МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Алматы и новости, в студии Диас Махамбетов. И в начале коротко о главном к этому часу. В селе Чилик Алматинской области женщина обвиняет работников детского сада в насилии над ее шестилетним сыном. Что говорят по этому поводу в дошкольном учреждении? Репортаж Дамира Анитова. Это тот самый садик, в котором, по словам матери Мелада, ребенок якобы неоднократно получал травмы. В какие страны привитые казахстанцы могут отправиться на отдых? И какие еще преимущества дает паспорт вакцинации? Я советую получить вакцину. Это очень облегчит вам процесс перехода границ, да и сэкономит немало денег. Проверка на токсичность. В Алматы проводится рейд по проверке большегрузных машин на предмет загрязняющих выбросов. Сколько нарушений выявили проверяющие за день? Проводим отработку по грузовому транспорту, по чистоте, по техническому состоянию. Вода большого города. Откуда в дома жителей Алматы поступает питьевая вода? Какие этапы обработки она проходит до подачи в квартиры? В российском Воронеже взорвался пассажирский автобус. Двое пострадавших скончались в больнице. 15 человек получили серьезные травмы. Состояние троих крайне тяжелое. Они находятся в реанимации. Инцидент произошел минувшим вечером. Во время взрыва в автобусе марки ПАЗ находились 35 пассажиров. Мэр Воронежа заявил, что транспортное предприятие окажет помощь семьям пострадавших вне зависимости от причин случившегося. По предварительным данным взорвалось газовое оборудование. Прокуратура Воронежской области приступила к расследованию. Лжетеррориста задержали в Таразе. Им оказался 25-летний житель города. Сообщение о взрывном устройстве на одной из автомоях города поступило на пульт 102. Прибыв по адресу, полицейские эвакуировали жителей домов, проживающих близ автомойки. При проведении проверки взрывчатку не обнаружили. Зато шутника, поднявшего на ноги все экстренные службы, нашли и взяли под стражу. Теперь ему грозит штраф в размере 5000 мрп, либо до 5 лет лишения свободы. Крупный пожар произошел накануне в горах Алматы. На склоне загорелся сухостой. Огонь охватил площадь свыше гектара. Под угрозой оказались несколько близлежащих построек. Сообщение о пожаре поступило на 101 в половине четвертого. К счастью, жертвы пострадавших нет. Огнеборцам удалось локализовать пожар, не дав огню распространиться на другие участки склона. В нашем дачном районе нет воды. И сами жильцы своими силами не могли потушить и оказать должного содействия пожарным подразделениям, которые прибыли достаточно быстро на место пожара. Я думаю, либо кто-то бросил окурок, или кто-то из отдыхающих пришел, посидел, какой-то, может, костер разжег и не затушил должным образом. Пожар тушили 50 огнеборцев с помощью 13 единиц техники. Борьба с огнем осложнялась пересеченной местностью и крутыми перепадами высот на склонах. Мы сделали все возможное для того, чтобы огонь не дошел до жилого массива. Наши ребята показали настоящий профессионализм. Учитывая, что пожар возник в горной местности, техника не могла пройти. Но, несмотря на это, мы сначала локализовали, а затем ликвидировали пожар. Подвыпившие полицейские устроили дебош в одном из кафе Кавшигая. Несколько охранников заведения получили телесные повреждения и намерены подать официальное заявление. Конфликт зафиксировала камера видеонаблюдения. Запись распространили в соцсетях. На кадрах несколько мужчин выясняют отношения при помощи кулаков. В департаменте полиции Алматинской области прокомментировали ночной инцидент в кафе. Ведомстве отметили, что по факту уже начато служебное расследование. Оба сотрудника уволены. По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Участники инцидента установлены. Как выяснилось, конфликт произошел между охранниками кафе и его посетителями, среди которых были сотрудники Капшигайского отдела полиции. Ответственность непосредственных руководителей данных сотрудников, допустивших бесконтрольность за подчиненными, будет рассмотрен по результатам служебного расследования. Мать шестилетнего ребенка в селе Чили Калматинской области обвиняет работников детского сада в халатности. По ее словам, сын Малит неоднократно получал травмы и даже сломал руку в стенах дошкольного учреждения. Но, как ни странно, в суд подают на саму женщину, которая обивает пороги госорганов в поисках справедливости. В запутанном деле попытался разобраться Дамир Анитов. Мне плохо относились, а всех любили и ценили. А должны были всех любить, даже меня. 41-летняя Санья проклинает тот день, когда согласилась отдать ребенка в этот садик. Что не день, новая травма, сокрушается женщина. Последней каплей стал инцидент, когда ребенок сломал руку. Мы играли на улице, все было хорошо. Она поливала. Потом я встал на шланг. Она тянула шланг, психанула. И я упал. Женщина инвалид второй группы и работать не может. Мизерное пособие тратит на покупку лекарств. Ребенок получил травму около двух месяцев назад. Сейчас рука уже зажила и носить гипс не обязательно. Однако врачи для восстановления советуют купить эластичную подкладку. Денег на это у женщины нет. Они сказали, что все будут делать и до года будут лечить и исправлять, и будут реабилитации, за все будут платить. Однако только купили кальций и никомет, остальное сказали, денег нет. Вместо того, чтобы покушать или купить что-то для себя, мы сейчас не можем позволить. Потому что они не хотят лечить и проводить лечение, еще делают нас виноватыми. Это тот самый садик, в котором, по словам матери Мелада, ребенок якобы неоднократно получал травмы. Мы хотели поговорить с сотрудниками учреждения, как бы узнать вторую сторону, но, увы, они не захотели запускать нашу съемочную группу. Проявив настойчивость, нам все же удалось разузнать их версию. Правда, через железные ворота. Местный медик твердит, это обычная клевета и даже намерена судиться с инвалидкой. Ребенок сам постоянно приходит в травмах и ушибах. Она такая женщина-скандалистка, все об этом знают. Она уже судилась с медиком до меня и проиграла дело. Она хочет запятнать мое имя, но я ей этого не позволю. Я сама подала на нее в суд. Тем временем, ситуацию прокомментировали в областном департаменте полиции. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 141 УК Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Сейчас назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Оставлять дело безнаказанным Санья не намерена. В ее планах обратиться в вышестоящие органы. Дамир Анитов, Гани Калуа, телеканал Алматы. 15 нарушений санитарных норм за ночь выявлено в одном только Медеусском районе Алматы. И это несмотря на то, что город находится в красной зоне. Как и ожидалось, некоторые заведения продолжают работать после полуночи без соблюдения действующих санитарных правил. Подробности ночного рейда в материале Дамира Анитова. Члены мониторинговой группы, ежедневно выезжающие на рейды, уже интуитивно чувствуют, где проверять. Первое заведение и сразу несколько нарушений. Двери кафе были открыты глубокую ночью. О соблюдении социальной дистанции и других санитарных правил и говорить не приходится. С 9 августа текущего года режим работы всех участников проекта АШИК изменился. У них есть возможность работать до 22.00, а те, кто являются лидерами проекта, могут работать до 12 часов ночи. Затем проверяющие накрыли сразу два бара на пересечении улиц Альфараби-Барибаева. Гости, едва заметив телекамеры, в спешке ретировались. Правда, нашлись и такие, кто считал себя неуязвимыми из-за полученной вакцины. У всех прививки. У меня вот, хотите я вам покажу, у меня зелёный статус. Сами знаете, что это идёт нарушение режима карантинного режима? Нет, я не знаю, потому что это зелёный статус. Мы можем собираться вместе. Из-за появления новых штаммов ковида и рост летальных исходов мониторинговые группы усилили проверки. Только за последнюю ночь они проинспектировали больше 300 объектов. Дамир Анитов, Мерей Конопьянов, Елкунджан Ашимджанов, Телеканал Алматы. Около 7800 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Казахстане за последние сутки. В лидерах по темпам распространения инфекции Алматы 1507 подтверждённых фактов. Немногим меньше в Нурсултане и Карагандинской области. Жертвами ковида и пневмонии стали 127 человек. Выздоровели более 5800. В стационарах республики на сегодня лечатся более 115 тысяч казахстанцев. Около 2000 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 230 больных. В Испании стремительно растёт число вакцинированных. По темпам иммунизации страна лидирует в регионе. 60% населения уже полностью привились от COVID-19. Причём более 72% жителей страны получили хотя бы одну дозу вакцины. В испанских городах протестов, которые прокатились по соседней Франции, не было. Санитарные пропуска также были приняты без особых трудностей. 79% испанцев уверены в эффективности вакцин от коронавируса. В той же Франции в этом убеждены лишь 56%. Тем временем во французской Гваделупе стремительно растёт число заражений. На острове зафиксировано более 1800 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей. В палатах уже не хватает коек. Людей размещают в операционных. Местные власти ввели комендантский час. На острове открыты лишь аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Вакцину там получили менее 20% населения. Тогда как на материковой Франции этот показатель почти втрое выше. Около 50 тысяч в тенге могут сэкономить вакцинированные казахстанцы во время поездки за рубеж. Так и случилось с одним из жителей Алматы, успевший получить паспорт вакцинации до своего отпуска, который он провёл в Грузии. Дина Расабитова узнала, куда ещё можно отправиться, имея паспорт вакцинации. Алматинец Алима Мангельдинов был приятно удивлён, когда в аэропорту ему сказали, что достаточно предъявить только паспорт вакцинации. А вторым плюсом стало то, что вакцинированные могут не сдавать ПЦР-тест каждые три дня. Во время отпуска он встретил туристов, которые потратили около 50 тысяч тенге на тесты за семь дней отпуска. К счастью, нам не пришлось бегать. У нас был паспорт вакцинации, который позволял свободно передвигаться. Всем, кто планирует отпуск где-нибудь за границей, а таких много, я советую получить вакцину. Это очень облегчит вам процесс перехода границ, да и сэкономит немало денег. Помимо Грузии, вакцинированных казахстанцев готовы встретить без ПЦР-теста и карантина около 15 стран мира. К тому же этот список постепенно растет, как и число желающих получить вакцину. Ну я уже сделала вакцину, собственно. Я не знаю, нормально все, все перенесла хорошо. Собственно, я думаю, что, наверное, надо делать. Пандемия коронавируса – это реально, потому что из-за этого я сама поставила спутник, но особо реакции у меня не было. Вначале, да, относился я с опасением, но весь мир делает вакцинацию, так что я тоже получил вакцинацию. По словам врача Гаухар Курманова, любая вакцина от коронавируса будет эффективна против всех его новых штаммов. Это связано с тем, что спайк протеин, с помощью которого вирус фиксируется на человеческих клетках, не может измениться настолько, чтобы существующие вакцины не сформировали достаточный иммунитет против него. Те, которые провакцинировались обоими дозами, и после второй дозы прошло достаточно времени, чтобы сформировался иммунитет, вот эти люди болеют существенно, прямо заметно легче. И среди них практически нет летальных исходов, даже если это пожилые люди и имеющие множество хронических заболеваний. В Алматы число вакцинированных первым компонентом превысило отметку 800 тысяч человек. На данный момент это самый высокий показатель в стране. Из общего числа привитых алматинцев лица старше 60 лет составляют более 106 тысяч человек. Динара Сабитова, Сагандык Нарыков, телеканал Алматы. Касым Жамар-Токаев наградил казахстанских призеров Олимпиады 2020 за высокие спортивные достижения. На 32-х летних Олимпийских играх в Токио глава государства удостовел орденом Борис, третьей степени дзюдоиста Ельдоса Сметова, Зельфия Чиншанло отмечена орденом Достык второй степени, а орден Курмет получили Дархан Садилов, Софья Берульцева, Сакен Бибосынов, Камшебек Кункабаев, Нурислам Санаев и Игорь Сон. Напомним, что на прошедшей Олимпиаде Казахстан выиграл 8 бронзовых медалей и занял 83-е место в общем зачете. Сегодня также стало известно, что глава государства учредил новый праздник – День Казахстанского радио. Об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали. Поздравляя в этом году работников СМИ с профессиональным праздником, Касым Жамартукаев подчеркнул, что в этом году казахстанскому радио исполняется 100 лет и предложил отмечать новый праздник 1 октября. Алматинка со сломанным позвоночником не могла получить удостоверение личности. С такой проблемой родственники больной обратились к Акиму города во время эфира программы «Акиматлайф». Вопрос затянулся на месяцы, а без документа пострадавшая не может получить соответствующее лечение. Восстановить документ сотрудники ЦОНа почему-то не спешили. Как решился вопрос после вмешательства главы мегаполиса, расскажет Айдана Нураш. С таким вопросом обеспокоенная жительница обратилась к Акиму города. Семья Алиевых вот уже месяц не может обеспечить лечением свою больную родственницу. В больнице требуют удостоверения личности, но срок действия документа истёк. Она упала. В результате серьёзно повредила свой позвоночник. Так как срок ее удостоверения личности истёк, врачи нас не принимали. Я обратился в колл-центр ЦОНа. Они ответили, что могут выехать на дом только к пенсионерам и инвалидам. Во время прямого эфира программа «Акиматлайф» с участием главы мегаполиса Бахджана Сагентаева крик души был услышан. Вопрос тут же взяли на контроль. Сотрудники ЦОНа сами приехали домой к пострадавшей. Удостоверение будет готово через три недели. По стандарту оказывать выездную помощь мы можем только тем, у кого есть справка об инвалидности. Эта женщина не входит в данную категорию. По поручению Акима Города вопрос был взят на контроль. Клиент уже заполнил формуляр и другие необходимые документы. Когда удостоверение будет готово, родственники могут забрать его в нашем ЦОНе. Чтобы вызвать сотрудников госкорпорации на дом, необходимо позвонить по номеру единого колл-центра 1414 и оставить заявку на получение услуги. Выехать к услугополучателю сотрудники должны не позднее, недели после получения заявки. Такую помощь могут получить инвалиды первой и второй группы, а также ветераны войны и люди старше 65 лет. Айдана Нураша, Айолам Кольжигет, Ескендер Тогу Спаев, телеканал Алматы. Айна Рафина Рикпаева продолжит. Прежде чем попасть в краны потребителей, вода проходит очистку в несколько этапов. Она вначале циклично отстаивается в специальных бассейнах, после ее фильтруют и обеззараживают. У нас на очистных сооружениях основных три вида отстойников. Это спиральные отстойники, горизонтальные отстойники и вертикальные отстойники. На всех этих отстойниках вода выполняет основную свою функцию. Это функция отстаивания воды. Живительную влагу обеззараживают с помощью гидрохлорита натрия, который получают при гидролизе поваренной соли. Специалисты утверждают, что вода соответствует санитарным нормам и проблем со здоровьем от ее постоянного употребления не должны возникать. Вы можете использовать воду, ничего не опасаясь, так как ту воду, которую мы подаем потребителям, проверяем на наличие опасных микроорганизмов в каждый час. В случае, если происходят какие-то изменения, то мы проводим локальную проверку и сообщаем этой организации. 40% воды в Алматы берут из горных рек и озер, а 60% из подземных источников. Например, эта станция обеспечивает питьевой водой жителей Бустандыкского и Алмалинского районов. В городе планируют построить еще два таких водозаборных сооружений. Одну из них станцию Каргалы введут в эксплуатацию до конца этого года. Тем самым решится многолетняя проблема с питьевой водой в ряде отдаленных микрорайонов мегаполиса. Если в этом году завершат строительство станции, около 35 тысяч жителей Наурсбайского района будут обеспечены качественной питьевой водой. Сооружение строится возле речки Каргалы. На сегодня более 170 тысяч алматинцев еще не обеспечены питьевой водой. Большинство из них проживают на окраине мегаполиса. Сейчас там силами городских властей активно прокладывают инженерную инфраструктуру. В результате наводнения в Турции погибли 17 человек. 1400 жителей двух провинций на Черноморском побережье экстренно эвакуировали из зоны бедствия с помощью вертолетов и лодок. 740 человек временно размещены в студенческих общежитиях. Тем временем отряд казахстанских спасателей, который прибыл в Турцию на двух вертолетах 11 августа, сейчас активно занимается тушением лесных пожаров. Наши экипажи патрулируют зону, охваченную огнем и сбрасывают воду с винтокрылых машин. Наш отряд выполняет задачи в составе оперативного штаба МЧС Турции. Сводная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям в Республике Казахстан приступила к тушению природных пожаров на территории, прилегающей к городу Даламан. В ходе тушения пожаров произведено на данный период зрения более 45 циклов по сбрасыванию воды. Это 180 кубов воды сбросили в очаги пожаров. Тушение пожаров сегодня и завтра продолжается. Обладает специальной лицензией и следит за внешним видом своего транспортного средства. В городе такие требования предъявляют всем владельцам грузовиков. Сегодня полицейские провели очередной рейд. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Роберт Граф расскажет подробнее. По последним данным в Алматы зарегистрировано более 400 тысяч машин. Более 30 тысяч из них – грузовые. Чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть и минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, с декабря прошлого года патрульная полиция лимитировала въезд тяжеловесного транспорта на территории, ограниченный малым транспортным кольцом. Кроме этого усилены проверки за состоянием автопотока по нормам выбросов выхлопных газов в окружающую среду. Проводим отработку по грузовому транспорту, по чистоте, по техническому состоянию грузовому транспорту. Только за сутки с сотрудниками дорожной патрульной полиции было выявлено больше 40 нарушений. Однако не все владельцы тяжеловесов нарушают тех правила. В большинстве те, кто соблюдает закон. Я езжу по городу Алматы. У меня все документы в порядке. Техническое состояние машины отличное. В ближайшее время в Алматы увеличится количество экологических постов на дорогах, и каждая грузовая машина должна будет пройти экоаттестацию. В случае превышения количества токсичности будет выписан штраф. Так, управление зеленой экономики города планирует снизить динамику загрязнения со стороны автотранспорта. Роберт Граф, Елкунжан Ашемжанов, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, Алматы все еще в темной красной зоне. Получите вакцину, защитите себя и других. Добьемся коллективного иммунитета вместе. На этом все. Еще больше новостей на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин